Приветствую вас, дорогие зрители! Это новый выпуск программы «Диана скажи». Мы вернулись после недолгого перерыва, и это время стало для нас очень продуктивным. За этот период в редакцию поступило множество различных вопросов из экономической сферы, юридической, спортивной и, конечно, больше всего вопросов из социальной. В этом выпуске мы поднимем самые актуальные темы, разъясним спорные ситуации с законодательной точки зрения и поделимся полезной информацией, которая в будущем преградится практически каждому. Не забывайте, что вы можете задать вопросы по номеру 8-989-742-3199. Мы выберем самые интересные и важные. Итак, сегодня мы ответим на самые злободневные вопросы. Надо ли платить налог со сдачей квартиры в аренду? И какой режим налогообложения лучше всего выбрать? Куда выбрасывать крупногабаритные отходы? Узнайте, как избавиться от ненужных вещей без нарушения закона. А еще мы решили ответить на актуальные для видеооператоров вопросы. Можно ли осуществлять съемку скоптера в текущих реалиях? Северная сеть в последние годы, как мы все знаем, растут цены на недвижимость. Но несмотря на это, люди продолжают инвестировать деньги в покупку квартир. В большинстве случаев пользуются льготными ипотечными программами. Но сейчас не о них. Многие рассуждают так. Возьму в ипотеку квартиру, а потом сдам в аренду, и ежемесячный платеж не будет так сильно бить по карману, так как деньги, полученные от квартирантов, будут покрывать полсуммы платежа. Но арендодатели зачастую не учитывают, что с любого дохода необходимо платить налог. С этим вопросом обратились и к нам в программу. Здравствуйте. У меня возник вопрос относительно налогов на доход от аренды жилья. Я слышала мнение, что если заключу договор с квартирантами на срок менее одного года, то мне не придется платить налог на полученный доход. Могли бы вы подсказать, так ли это? И, кроме того, хотелось бы узнать, какие последствия могут быть в случае нарушения налоговых обязательств. Я бы не хотела попасть в неприятную ситуацию, поэтому пытаюсь разобраться в налоговом законодательстве, а буду благодарна за разъяснение. Начнем с того, что с точки зрения закона существует договор двух видов. Долгосрочный, более одного года, и краткосрочный. Многие собственники специально заключают соглашение на 11 месяцев или 364 дня. Делают так чаще всего по незнанию, думая, что это освободит их от уплаты налога. На самом же деле договор длительностью меньше 12 месяцев просто не нужно официально регистрировать в Росреестре. Отсюда и появилось это заблуждение. Собственники ошибочно считают, что если государство не знает о существовании договора, то налоги можно не платить. Но это не так. Даже если жилье сдается сроком на одни сутки, в этом случае необходимо уплачивать установленный налог. Существует несколько видов налоговых режимов, в которых может действовать гражданин. Первое – это индивидуальный предприниматель. Здесь сумма налогов может быть от 13 до 15 процентов в зависимости от суммы получаемого дохода от сдачи в аренду недвижимости. Здесь еще самозанятость можно отметить. Это особый налоговый режим, в котором может действовать лицо. Здесь уплата налогов будет от 4 до 6 процентов в зависимости от того, сдается недвижимость физическому либо юридическому лицу. Но здесь есть ограничения по сумме доходов в 2,4 миллиона рублей. Третий налоговый режим – это физическое лицо без специального налогового режима. Здесь он платит от 13 до 15 процентов налога. В этом случае налог повышен, потому что нет специального режима, как я уже обозначила. Здесь декларация подается один раз в год. Что касается самозанятых, которые действуют в упрощенном специальном налоговом режиме, и сниженная налоговая ставка с 4 до 6 процентов, но еще одно отступление, которое здесь существует, значит, информация о доходах и плюс отчетность необходимо, и оплачивать налоги необходимо раз в месяц до 25 числа каждого месяца. Налоговая служба может узнать о том, что вы получаете доход как арендодатель и без документа. Доказательством могут быть не только письменные соглашения, но и регулярные платежи, показания соседей и даже переписки с жильцами. Если тайное станет явным, на собственника могут наложить санкции, штрафы или административную ответственность. А еще есть уголовная статья за уклонение физического лица от уплаты налогов. В каком случае могут привлечь по этой статье, расскажет юрист. В случае, если гражданин уклоняется от уплаты налогов, может быть, в отношении него применена санкция в виде как административной ответственности, в которой штрафные санкции составляют, если нарушается закон первый раз, правонарушение совершается первый раз, от 5 до 10 тысяч рублей штрафы. Если повторное нарушение совершается, здесь уже штраф идет от 10 до 20 тысяч рублей. Также существует уголовная ответственность в соответствии со статьей 199 Уголовного кодекса, которая говорит о том, что граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов в крупном размере, который составляет в течение трех лет более 2,7 миллиона рублей, в этом случае санкция может быть, начиная от штрафа и заканчивая уже реальным сроком лишения свободы. Все зависит от того, насколько крупным размером будет устанавливаться его неправомерная деятельность. Нужно помнить, что сдача недвижимости в аренду – это не только про доход, но и про обязательства. Необходимо тщательно изучить налоговые аспекты. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем. Съемка с использованием коптера достаточно востребована. Уникальный взгляд с высоты позволяет запечатлеть моменты, которые невозможно увидеть из Земли, раскрывая новую перспективу. Однако, учитывая текущие реалии, возникает ряд ограничений, о которых мы расскажем, потому что к нам в редакцию поступил вопрос по этой теме. С этим вопросом мы обратились в прокуратуру промышленного района. Они уж точно знают ответ на этот вопрос. В соответствии с указом главы республики 27 ноября 2023 года номер 400, на территории республики Северная Осетия-Алани установлен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в связи с проводимой специальной военной операцией, а также возможными диверсиями. Исключение составляют беспилотные летательные аппараты, используемые государственными органами. А еще часто съемку на квадрокоптер используют архитекторы для проектирования зданий. Но и это невесомый аргумент. Поэтому пока что без захватывающих кадров с высоты птичьего полета. А сейчас узнаем, что грозит за нарушение законодательства. За нарушение указа главы республики установлена ответственность в виде штрафа, который составляет для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Пользуясь всеми преимуществами современных технологий, не забывайте об ответственности. Важно оставаться в курсе последних изменений в законодательстве, чтобы в случае чего не нарваться на штраф. Вынести мусор в ведре и выбросить в контейнер. С диваном так уже не получится. Сезон ремонта в квартир все еще продолжается, и он, конечно, предполагает крупногабаритный мусор. Сегодня мы расскажем, что с ним делать, но для начала вопрос от зрителя. Здравствуйте. Я делаю ремонт в квартире. Собралось много строительного мусора. Это и штукатурка, старый кафель, обои, комоды и многое другое. Все перечислять не буду. Звоню в управляющую компанию с вопросом о том, куда его деть. А те отвечают, что запрещено, мол, выбрасывать крупногабаритный мусор в общий контейнер. Девайте куда хотите. Да куда же его девать-то? Не хочется все-таки поступать некрасиво по отношению к соседям. Давайте вместе узнаем ответ на ваш вопрос. Прежде всего, я хотел бы сделать некоторые пояснения по поводу того, что же относится к крупногабаритным отходам, а что к строительным. Здесь законодатель оставил такую тонкую грань между двумя этими видами отходов. Строительные отходы – это отходы, образованные в результате сноса зданий, в результате разборки зданий, в результате капитального ремонта, в результате демонтажа промышленных объектов, иных инженерных сооружений, дорог и так далее. И этот вид обращения с отходами относительно неплохо отрегулирован. Образуют эти отходы в основном строительные компании, которые занимаются профессиональным строительством и ремонтом дорожного покрытия и полотна. Но есть еще крупногабаритные отходы. Это отходы бытовые, как их раньше называли. Сегодня законодательство их именует как твердые коммунальные отходы. Подвид твердых коммунальных отходов, если можно так выразиться, это крупногабаритные отходы, к которым относится старая ненужная мебель, крупная бытовая техника, холодильник, стиральная машина, а также отходы от текущего ремонта. Да, действительно, его запрещено складировать в обычный бытовой контейнер. Из-за этого портится техника, которая осуществляет транспортировку и частично переработку. Но важный нюанс в данном вопросе – наличие инфраструктуры для обращения с крупногабаритным мусором. Для крупногабаритных отходов существуют специальные бункера, восьмикубовые контейнеры, в которых необходимо складировать крупногабаритные отходы, и региональный оператор обязан их вывозить. К сожалению, сейчас у нас ощущается дефицит таких бункеров, таких площадок для крупногабаритных отходов. Однако, буквально пару месяцев назад администрация города Владикавказа в каждой префектуре, в каждом районе города установила подобные площадки для крупногабаритных отходов, где все горожане могут приехать и там оставить крупногабаритные свои отходы. Я не скажу, что их всего четыре, их больше гораздо. Порядка, насколько я понимаю, порядка 20 таких бункеров в городе Владикавказе. За неправильное обращение с подобными отходами вполне могут наказать. И за свое нежелание разбираться с мусором придется платить рублем. Другой вопрос – смогут ли заинтересованные органы поймать нарушителя за руку и собрать достаточно доказательств для штрафа? Сделать это действительно сложно, однако рисковать все же не стоит. На этом наше эфирное время подходит к концу. Задавайте свои вопросы по ниже указанному номеру. Возможно, в следующем эфире прозвучит именно ваш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok